Начну сегодня с хорошей новости. Все-таки не часто бывает такая возможность. Депутаты проявили невиданное старание и уже приняли госбюджет заметно раньше привычных сроков. Обычно тянут до нового года, а тут вдруг уже 7 декабря взяли да и проголосовали. Не пришлось даже до ночи сидеть. Ну, конечно, при этом стоит отметить и хитрость Кабмина. Ведь чем больше остается времени до конца года, тем сложнее шантажировать министров и выбивать из них незапланированные расходы. Вот в последние дни нового года легко прижимать Кабмин к стенке и угрожать сорвать голосование. А в первой неделе декабря условия может ставить еще правительство, а не политики. Итак, кто голосовал за проект бюджета от Кабмина? Кто категорически отказался? И кто все-таки торговался до последнего момента? Все подробности моей коллеги Екатерины Лысенко. Советскую традицию и привязки к датам в нашем парламенте уж очень уважают. И большинство ключевых голосований проводят то под праздник, то под встречу. Так и с бюджетом. Документ под номером 7000 решили принимать 7 декабря, день местного самоуправления. Но совершенно неожиданно масштабную тему бюджета затмил скандал Саакашвили. В Раде только и разговоров было то о крыше, то о телефонных разговорах. Потом заслушали генпрокурора и главу СБУ. Бюджетный процесс оказался за скобками и в кулуарах. Депутаты даже засомневались, а будет ли смета. То, что происходит сейчас на улице, это ничего не так, как борьба за владу в середине влады. Потому что Саакашвили был запрошен в страну, нынешней владой. Он был частью владной команды. То, что сейчас происходит, можно сказать одним словом – ганьба. Я не понимаю, как мы можем спокойно переходить к бюджету, принимать и готовиться к Новому году. Но в итоге к бюджету все-таки перешли. А перед ним залез еще и за мораторий на продажу земли. Або мы в четверг захищаем землю от продажи, або страны не будет ни продажи сельско-господарской земли. Для нас важно, чтобы продолжение мораторий произошло именно перед голосованием за бюджет, поскольку в зале будет мобилизация депутатов. Мы должны проголосовать за оборону продажи земли. Это общая позиция, по-моему, у всех. Люди ждут стабильности на рынке земли. Они понимают, что их могут взять, скупить в большие холдинги и выполнить фермеров с земли, где они работают. Вариантов земельного моратория было аж девять. Какой из них вынести в зал, в спешке решал Аграрный комитет. Той законопроект, который поддерживал комитет земельный, он складывается с двух частей мораторий на год. И уряду даручит, принятый в первом квартале за проект закону про оборону земли. А два других комитета, ответственных за смету, бюджетной и налоговой, сводили цифры до утра. И все-таки свели все миллиарды к общему знаменателю. Заседание закончилось до четвертого ранка комитета. Он хвалил в 2.57 изменения к бюджетному кодексу, в 4, приблизно, власне, проект бюджета. Зросла и доходная, и податковая. Доходная сросла на 36 миллиардов гривен, податковая на 40 миллиардов гривен. Мы получили решение податкового комитета, митного и податкового, с точки зрения того, что там происходило. Сьогодні проходил цей комитет, там величезна кількасть речей, текста еще нет. И они пропонуют осучаснити пенсии, что правильно. Збільшите минимальную заработную плату, что правильно. Але очевидно, что инфляция перевищит цей показник. Завищенные выдатки на силовый блок, на административную машину. Натомість социальные выдатки недостатні. И пенсии, и зарплати должны быть большими. Поддержка реального сектора – большая, поддержка регионов – большая. И меньшим податковым тягом. Мы вважаем, что некорректно вырахованы макропоказники. И в бюджете закладены величезные кошты, які мусять бути спрямованы на підтримку людей. Утро четверга развеяло все сомнения и по бюджету, и по мораторию. Все в повестке. А парламентский трудодень продлен. В промежутках между главными вопросами, пользуясь аншлагом, голосуют текущие. В обед принимают бюджетный кодекс. Следом налоговый тиснули и моратории. И продавать землю запретили еще год. Но и бюджет. На часах около 10 вечера нардепы на слуг проверяют цифры. Мы закладывали в бюджет финансирование всех основных реформ. Мы подвышили социальный захист населения. Выделили на пильги и житовые субсидии населения майже додатково 16 миллиардов гривен. Принятый бюджет – это запорука стабильности. Кто не поддержит бюджет, было понятно сразу. Оппозиционный блок, Батькищина, самопомощь, голоса давать не собирались. Что сейчас? Громада объединялась. Вы на них переклали все коммунальные послуги, все платы. Даже передали на них борги за теплопостачание и коммунальные платежи и льготы за детей войны чернобыльцев. И вы забираете у них горизонтальное выравнивание. Это и есть ссором. Окремо с доходами у нас появилось 40 миллиардов дополнительных витрат. На что они идут? Шановные коллеги, в 2017 году на ГПУ было закладено 4,6 миллиарда. Сейчас на ГПУ в этом году дополнительно 2,1 миллиарда гривен. На СБУ в этом году дополнительно 1,6 миллиарда гривен. На МВС, шановные украинцы, дополнительно в этом году плюс 19 миллиардов гривен. Самопомощь не может поддерживать этот здирницкий бюджет. Ну а фракции-коалиции на ходу вносили поправки и заявляли о своей поддержке. За наполяганием нашей фракции БПП, в этом бюджете изменились следующие показатели. Финансирование сельской медицины увеличилось от 4 до 6 миллиардов. До 164 миллиардов взросла национальная безопасность и оборона. Збільшилось финансирование на строительство и восстановление дороги до 40 миллиардов. Збільшился фонд энергоэффективности. Вложек админа с большинством поправок соглашались. У нас уже нет никаких требований между собой. У нас есть рабочий процесс. От меня, как премьер-министр, не нужно ничего, ни одной фракции, которая створяет, которая работает на строительстве государства, ничего требовать. Все, что вы предложите, и это будет слушать государству лучше и лучше, больше эффективнейше. Я завжди это поддерживаю. И коллеги по уряду тоже. Дякую и голосуем. 273, бюджет принято. Бюджет приняли не на рассвете и не под елочку, что уже довольно непривычно. Вместе со сметой страны депутаты приняли и свою. Повысили себе зарплаты. И после ударного рабочего четверга рабочую пятницу решили прогулять. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Сергей Еременко. По подробности недели телеканал Интер.